Добрейшегося времени суток, товарищи трудящиеся. Ну что ж, это последняя карта, которая висит на сайтах модификаций, ребята. Это последняя добавленная карта именно на сайтах модификаций, где вы, собственно говоря, все эти модификации и берёте. Фермер симулятор 19, Черкасская область, жемчужина в сердце Украины. Друзья, присаживайтесь поудобнее. Сейчас мы посмотрим эту карту практически полностью. Посмотрим, что есть интересного на этой карте, какие есть интересные места. Ну и я немножечко выскажу своё мнение. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 картах, да, они в принципе одинаковые все практически друг на дружку похожи. У перекупщика животных, ребят, есть один нюанс, я так и не нашел триггер, на который мы можем заехать и приобрести животных, но здесь нужно опять же пробовать, я думаю, что это все работает и без триггера. На некоторых картах такая же проблема наблюдается, то есть триггера как бы нет, но тем не менее, когда мы приезжаем с прицепом, заполняется все это дело без проблем, надо проверять, надо проверять, надо тестировать. Биогазовая установочка, пожалуйста, ребят, опять же, силосная яма, опять же, что-то там где-то звучит, возможно, похоже на звук бензопилы либо какого-то работающего агрегата, вот такая вот у нас биогазовая установка. Для одного думаю, более чем достаточно. Дальше, здесь у нас магазин, собственно, где мы с вами и появились. Придельня, давайте посмотрим Придельню, вот таким вот образом Придельня у нас здесь значит расположилась и ну более-менее нормально, в принципе, похоже на Придельню, да вот. Хотя можно было бы, наверное, что-то такое более массивное поставить и в принципе ну сарайчик и сарайчик. Ничего страшного, ничего личного, как говорится, Придельня она и в Африке Придельня. Триггера зато все на месте, собственно говоря, можно уже здесь понять, что куда разгружать, откуда забирать. Дальше, зерновой элеватор, собственно говоря, который, наверное, мы в который мы будем приезжать, на который мы будем приезжать и продавать нашу продукцию. Вот так вот он выглядит, ребят, это уже более такое современное здание и в принципе свободного места еще овер и овер дохрена. Ну, заборчик вот так вот поставлен. Вот такой вот у нас элеватор, ребят, новый, абсолютно новый, как говорится, свежевыстроенный. Далее, удобрение, еще одна точка продажи удобрения. Выглядит вот таким вот образом и здесь, скорее всего, так же можно подъезжать, заправляться известью и уже дальше ехать на поля, либо же складировать эту известь у себя на базе и перед следующим пассивом ее аккуратненько загружать и вносить на свои поля. Здесь у нас также есть сельский магазин, куда мы будем привозить какую-то продукцию, но здесь триггер яиц, да, в принципе, яйца пожалуйста, ребят, привозите, занимайтесь, но лично мое мнение, лично мое мнение, что в 19 ферме все-таки заниматься яйцами как-то, ну, такое себе, да. Коробок много, за ними нужно постоянно как-то куда-то складывать, куда-то отодвигать. Конечно, это можно оптимизировать и скачать мод, чтобы коробочки у нас упаковывались в такие большие поддоны, но тем не менее здесь, конечно, на яйцах заработать особо не получится, потому что все-таки это не 22 ферма, где на начале игры на яйцах можно было заработать немеряное количество денег, так же, как и на теплицах. Потом они все это исправили и, в принципе, даже сейчас с такими ценами, которые все-таки сейчас нам разработчики сделали, на яйцах можно заработать. Здесь у нас, ребят, есть два поселка. Один поселок, по которому мы сейчас с вами бежим, по какой-то причине вообще ни одного жителя в нем нет, может быть, это где-то все на работе или еще что-то, да. Автомобильного трафика я так же не заметил и жителей так же здесь нет. Я считаю все-таки это небольшой минус, потому как карта должна выглядеть более живенько, более, наверное, оживлена и чтобы люди все-таки здесь бегали. Но, тем не менее, если мы с вами посетим второй поселок, а именно зайдем в гости к фермеру Кузьмич. Кузьмич и Михалыч, два фермера, которые по выходным ходят друг к другу в гости, пьют самогон от бабы Мани, в общем, кайфуют, наслаждаются и размышляют о предстоящих уборочных. Вот смотрите, ребят, еще одно село на этой карте, да, у нас есть. Оно более, наверное, такое атмосферное, более в интересном месте расположено. Здесь пешеходный трафик присутствует, ребят, пожалуйста. Люди ходят, люди занимаются своими делами, в основном, конечно же, они прогуливаются по кругу, разворачиваются, идут опять куда-то, в общем, вот такая вот у них схема передвижения. Но, тем не менее, смотрится это уже довольно-таки более-менее интересно. Мы еще с вами, друзья, не видели остальные загоны для животных, курятники, получается пастбище для овец, загоны для свиней, и здесь они все находятся практически в одном месте. Как курятник, так загон для свиней, и пастбище для овец специально, наверное, были оптимизированы автором, чтобы вам не гоняться по всей карте, чтобы вы, в принципе, могли это все дело обслуживать, привозить корм, забирать продукцию, все в одном месте. Но, тем не менее, считаю, что это сделано нормально, грамотно, и вот, знаете, на некоторых картах, ребят, у нас, получается, курятники ставятся там, где мы появляемся в нашем доме, там, где мы перематываем время, там, где мы спим, там же у нас гараж для автомобиля, и такой вот небольшой курятник на 10-20 курицы, и тем не менее, это смотрится довольно-таки как-то, ну, не особо, да, хотя не исключают того, что некоторым людям это, в принципе, нравится. Ну, вот здесь вот такая вот у нас получается такой вот загон для овец, такая вот ферма, да, и курятник довольно-таки большой. В общем, здесь мы, в принципе, все с вами посмотрели, осталось посмотреть овощехранилище, ребят, пожалуйста, вашему вниманию овощехранилище на данной карте. Подойдет ли эта карта для игры в соло? Я думаю, более чем, но также эта карта подойдет для игры с другом, с подругой, с бабушкой, с дедушкой, с мамой, с папой, с тетей, с дядей, в общем, кто как играет, фермер-симулятор, можете играть ее даже большой компанией, думаю, эта карта подойдет более чем, значит, кстати. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы, наверное, немножко ее видеть в доработанном состоянии. Теперь мы, значит, обратимся к нашему любимому изи-девелопменту и полетаем с вами чуть-чуть на карты, чтобы у вас более-менее сложилось впечатление. Смотрите, ребят, карта выглядит вот в таком стиле. То есть, здесь есть, где развернуться, здесь есть, где, значит, посадить, собрать урожай. Опять же, да, в 19-й ферме есть много модификаций. МТЗ, ХТЗ, Кировцев, Зилов, Газонов, Камазов, всего-всего дофига. И я считаю, эта техника впишется в общий дизайн данной карты как бы как нельзя. Кстати, да, в принципе, здесь поля все вот такие вот. Но есть и большие поля. Есть действительно большие поля, где вам предстоит все-таки немножечко поработать. Далее, мы сейчас отправимся с вами к карьеру, к песчаному карьеру номер один. Он располагается вот здесь. Вот такая вот извилистая лесная дорожка до него приводит, как бы, да, можно по ней проехать. Пожалуйста, вашему вниманию куча гравия. Пожалуйста, вот так она выглядит. И куча песочка. То есть здесь, в принципе, объемы не колоссальные. Вот это я считаю правильно, потому что на песке реально можно заработать овер дохрена денег. И когда вы покупаете карьер и там не один миллион литров песка, я считаю, что, в принципе, можно эту карту как бы и пройти, да, когда заработаешь, и у тебя в кармане будет больше 50 миллионов евро. Я считаю, что здесь уже как бы интерес немножко теряется. Второй карьер выглядит вот таким вот затопленным, ребят. И вот здесь вот у нас есть вот такая куча песка. Естественно, она по объемам намного превосходит первый карьер, и поэтому земля стоит под него немножко дороже. Тем не менее, опять же, привозите сюда погрузчик, привозите сюда камазы, и, пожалуйста, можно курсировать, можно продавать все это дело, возить на продажу, зарабатывать на этом деньги. Опять же, нужно посмотреть, сколько это все дело стоит. Ну и, собственно говоря, куда же вы будете это возить, куда же вы будете это продавать. Вот такой вот путь вам предстоит это все дело проделать. И вот здесь вот у нас находится точка продажи. Скорее всего, это и есть точка продажи песочка. Больше другого, наверное, я как бы не видел, да, не встречалось. Вот именно сюда, скорее всего, ребят, вы и будете привозить данный песок и зарабатывать себе деньги. Еще раз посмотрим, как карта выглядит с высоты птичьего полета, ребят. Смотрите, карта, еще раз повторюсь, немаленькая, но есть большие сомнения, что все-таки она была сконверчена. Возможно, я ошибаюсь, возможно, эта карта делалась для фермер-симулятор девятнадцатый, но, в принципе, у меня нет такой информации. Еще хотелось бы знать, сделана ли карта по реальной местности, или все-таки это лишь плод воображения автора. Если у вас есть такая информация, напишите в комментариях, будет полезно. Всем хорошего настроения, берегите свое здоровье. Ссылочку на данную карту я оставлю под видео. Заглядывайте в группу ВКонтакте и всем, друзья, пока! Субтитры подогнал «Симон»!